Я приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая, и моего сегодня Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Дмитрий, рада вас приветствовать. Да, взаимно приветствую. Дмитрий, спасибо, что находите время для канала Политбюро. Для нас это очень важно. Также призываю наших подписчиков ставить лайки, писать комментарии. Для нас это очень важно. Мы работаем, друзья, для вас. Дмитрий, наш разговор, предлагаю начать с следующей новости. В Сергеевом посаде на складе пиротехники произошел мощный взрыв. Во многих домах выбило окна, разрушен склад на площади более нежели полторы тысячи квадратных метров. По вашим данным, что стало причиной взрыва? Ну как? Кто-то, наверное, не вовремя потушил сигарету. Он так обычно комментирует. Представители украинских властей. Давайте будем придерживаться этой точки зрения. На самом деле, если серьезно говорить, то просто, как и предупреждали многие эксперты, война рано или поздно вернется бумерангом. Вот она возвращается. Пока только первые признаки того, что это не может закончиться без последствий для государства, которое начинало эту войну. То есть, правильно я понимаю, что то, что произошло в Подмосковье, вы связываете с Украиной? Именно говорите о причастности Службы безопасности Украины, например, либо других правоохранительных странах? Это могут быть какие-то партизаны, мало ли кто это может быть. Это в любом случае последствия прямые или косвенные, последствия войны, которую развязал Путин против Украины. Совершенно очевидно, что все те объекты, которые каким-то образом используются Министерством обороны России, они являются вполне законными целям. Хотя в условиях, когда Путин просто устраивает террористические акты в Украине, когда просто уничтожает города, убивает людей, понятно, что рано или поздно это может, так сказать, срезонировать в обратную сторону. Почему тогда, по вашему мнению, например, Служба безопасности Украины, либо другие органы, которые ранее заявляли о том, что они приложили руку к подрыву в Новороссийске, да, вот мы все помним эти события, но они говорят, например, о попадании в Москва-Сити, либо в Кремль, когда попали. Почему? У вас есть какое-то объяснение? С чем это связано? Это такой подход, это политический ход, это тактика такая? Ну, потому что я допускаю, что они впрямую не участвовали в этом, да, это могут быть какие-то силы, которые выступают против войны и которые находятся на территории России. Да, мы же знаем про их добровольческий корпус, который себя проявил в Белгородской области не только, и, то есть, это не обязательно прямые действия вооруженных сил Украины. Поэтому я здесь ничего не готов утверждать, но вообще во время войны, да, есть какие-то действия, которые совершает государство, а есть разного рода союзники, которые, в общем-то, государству помогают. Кто пускал под откос поезда, кто сейчас атакует военкоматы? Ну, явно не всегда это делает ВСУ, и, скорее всего, не ВСУ. Но в любом случае война является все равно причиной того, что такое происходит. Взрыв Турции в порту в Деринже. Одна из причин – это детонация зерновой пыли. Могла ли подобная пыль долететь до Подмосковья? Слушайте, я не эксперт в этом. С какой скоростью, куда передвигается пыль? Понятия не имею. Я здесь могу тоже руководствоваться слухами, информационными сообщениями в СМИ, так же, как и вы. Но это могла сделать Турция? Не знаю, не думаю. Если, например, учитывая высказывания нашего ГУР, то то, что произошло в Турции, то к этому приложила руку Россия напрямую. И, например, Турция о чем-то узнала, мы пока об этом еще не знаем, и это был ответ. Может ли такое быть? Слушайте, может быть все, что угодно. Я здесь, знаете, когда спрашивают, какой шанс встретить НЛО? 50-50, да? Как так? Ну, либо встретишь, либо нет. Поэтому, может быть, какие шансы? 50 на 50. Либо может, либо не может. Ну, я здесь не владею никакой дополнительной информацией. Вот. А, ну, может, да. Но я допускаю, что подобное быть может. Так же, как я допускаю, что подобного быть не может. Просто здесь я не являюсь экспертом, я не являюсь обладателем какой-то инсайдерской информации. Вот. И во время войны здесь, ну, понимаете, может все, что угодно происходить. 7 августа в Москве помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский показал новый учебник по истории для 10-11 классов, в который уже включен раздел о полномасштабном вторжении России в Украину, которое российская пропаганда, официальные лица называют специальной военной операцией. Мединский является автором, по его словам, учебник будет иметь статус единого госучебника по истории. И, как заявляют пропагандисты, в учебнике переписаны разделы, начиная с 1970 года. Дмитрий, это возвращение с РСР или как это воспринимать? Почему? Я могу еще понять, почему, да, переписывают, делают отдельные страницы по поводу полномасштабного вторжения войны 14-го года. Но зачем переписывать учебник, начиная с 1970 года? Я не вижу в этом никакого смысла, кроме того, что Мединскому и некоторым людям надо выслужиться перед Путием, потому что это как работает в школах. Ну вот я помню, как в 86-м году, да, в первом, нет, не 88-м, был 88-й год, в третьем классе, значит, получается, я говорил, торжественно клянусь и обещаю, быть верным, дело у Ленина. Это, естественно, ничего не значило. Ни для меня, ни для даже тех людей, которые этот ритуал посвящения в пионерном страиле. То же самое с этими учебниками. Если это будет дурость, так сказать, вдалбливаться людям в школе, то, скорее всего, школьники будут делать выводы с точностью наоборот. Как раз люди в таком возрасте, да, дети в таком возрасте интересуются тем, что запретно. А то, что там вдалбливает в себя государство, это как в одно ухо влетаем, в другое влетаем. Но зато Мединский набрал очки перед Путиным, да. Это вот для Мединского, для разных людей это что-то означает. Но это как появилось, так потом и исчезнет. Все эти учебники окажутся в большой мусорной корзине. Кстати, если прочитать, я ознакомилась с тем, что там пишут. Там нет ни дат, ни статистики. То есть там просто стихотворение, которое написали. И оно красиво, наверное, звучит для россиян, которые, как вы говорите, вдалбывают в голову. Дмитрий, еще одна информация. В России зафиксировали массовый сбой в работе VPN-сервисов. Пользователи жалуются на проблемы с OpenVPN и другие приложения. Такие сообщения поступают от абонентов МТС, Билайна, Мегафона и так далее. Сбои начались еще вчера. Там поддержка VPN сообщила, что чаще всего с этим сталкивались пользователи мобильных устройств. И, по мнению разработчиков, проблемы, вызванные действиями Роскомнадзора. Возможно, по вашему мнению, или блокировка всех VPN-ов, и также издания, которые это публикуют, указывают следующее, что при этом OpenVPN часто используется и другими российскими компаниями. Каковы могут быть последствия в этом случае? Это что? Основка логистики, это IT-сферы, банковская сфера. Это словно Роскомнадзор наступил в, так сказать, кухонную лавку. Потому что, очевидно, они хотят ввести реестр белых и черных VPN. Разрешенных VPN и плохих VPN для государства. Значит, плохие они будут блокировать, хотят блокировать, а хорошие, так сказать, контролируют. А почему плохие и хорошие? Ну, имеется в виду, подконтрольные – это хорошие, а не подконтрольные – это плохие. Вот, очевидно, что их следующий шаг – сделать так, чтобы, так сказать, отсекать всех, кто создает вот эти независимые, так сказать, VPN. Но здесь надо понимать, что им придется, если они захотят все заблокировать, им придется глушить сразу Google и вот эти все крупные конторы. Потому что сегодня один VPN, завтра другой, потом плавающий VPN. Я не очень технический специалист, но мне объясняли. Что все равно потом появится масса других VPN, просто это будет все на больших ресурсах находиться. Решатся они, заблокировать сразу там Google, решатся они заблокировать – ну, это большой вопрос. Но, по крайней мере, они будут действительно создавать проблемы для всяких разных независимых VPN. Потому что они не хотят, чтобы люди заходили куда-то и находили независимую информацию, которая идет в разрез позиций государства. Наверное, были какие-то, мне кажется, тесты, как это все будет работать. Но у нас уже были тесты, когда они пытались блокировать Telegram, заблокировали все, даже, так сказать, все правительственные сайты. Они это не очень умеют делать, мягко говоря. Плюс большое число людей, которые будут саботировать это. Ну, потому что, если мы берем какие-то крупные компании, особенно компании западные, да, все равно они работают. Они должны пользоваться своими системами, протоколами безопасности, им нужен свой VPN. Вот, и если просто этот VPN заблокируется, тогда они не смогут там работать. То есть там масса всяких разных подводных камней. Как они это все будут обходить, сказать сложно. Но мне кажется, проще будет заблокировать YouTube, чем VPN, потому что за VPN гоняться, это надо прям всю систему менять. А YouTube ты просто один ресурс заблокировал, и все. Мне кажется, они к этому и придут, когда они создадут какую-то альтернативу. Это будет просто для них более эффективным решением. Диктатура в действии. Да. Есть информация о том, что Путин внес в Госдуму поправки в статьи об информировании ООН и Совета Европы о военном положении и чрезвычайном положении в России. Изменения вносятся в статью 22-го закона о военном положении и 37-ю статью. Зачем это делается? Слушайте, они отменяют все соглашения международные с недружественными странами. Они еще параллельно отменили положение законодательства, которое обеспечивает избежание двойного налогообложения. Со всеми европейскими, со всеми недружественными странами. Это ничего в принципе не означает, кроме того, что они идут по шаблону. Вот вражеские страны, все соглашения с ними отменяем, любые там. А избежание двойного налогообложения. О том, что мы их не будем информировать в случае перехода на военное положение. Это ничего в принципе не меняет, кроме того, что законодательство, так сказать, приводится в соответствии с реальностью. Вот и все. Им плевать на международные обязательства, они их отменяют. Но если они будут вводить военное положение, они будут руководствоваться, конечно же, не обязательствами, а политической целесообразностью. То есть если там не будет внутренних протестов, не будет недовольства граждан, они, конечно, ведут и военное положение, и всеобщую мобилизацию. Но сейчас боятся. Боятся, потому что многим не нравится. Поэтому они вводят частичную мобилизацию, они пытаются разной категории граждан призывать. Если это дает пока результат, они будут вот такими точечными действиями ограничиваться. Если нет, то дальше они будут переходить к каким-то более жестким мерам. Но это никак не будет связано с международными обязательствами, с какими-то соглашениями. Ну, наплевать, какие соглашения. Путин ведет войну. Уже давно все соглашения нарушил. Страна под санкциями, нужно наплевать на мнение забыли. Эти законы ничего не значат. Дополнительно ничего не значат. Просто соответствует момент. Что они боятся? А чего они боятся? Бунта среди россиян? Дубль номер два а-ля мятеж Пригожина? Они боятся, что общественное мнение поменяется. А если общественное мнение поменяется, большинство людей будут выступать против войны. Да, может быть, не сразу открыто. Но это изменит все расклады внутри страны. И появится и раскол элит. Это может спровоцировать. А если будет раскол элит, если будет какой-то мятеж, не мятеж, бунт или еще что-то, то гражданское общество поймет, что можно действовать. Потому что все силы, они направляют друг против друга. Так это обычно бывает. Если бы Пригожин дошел до Москвы, начались бои бы в Подмосковье, в этот момент 20-30 тысяч человек на улице меняют все расклады. Потому что некому уже будет задерживать. Все будут с Пригожиным и с очередным воевать. А дорога в Кремль или куда-нибудь там, в Останкино, будет открыта. По поводу мятежа Пригожина, возможность дубль два. У нас секретарь Рады национальной безопасности обороны, господин Данилов, сказал, что мятеж Пригожина – это спецоперация, которую согласовал Путин. И впоследствии, как мы понимаем, Путин отправил Пригожина в Беларусь. И то, как мы сейчас наблюдаем, как развиваются события, это угрозы и посягательства диверсии на Польшу, Литву, зачем это Пригожину? И какова, по вашему мнению, дальше будет развязка этой ситуации? А зачем это Путину? Так публично быть униженным в глазах всей мировой общественности. Зачем Путину проявление слабости, когда он свалил из Москвы во время этого марша? Я не верю в то, что это договоренность. Я думаю, что... Это 9 генералов, которые были не совсем настроены на Путину и его окружению. Это одна из версий. И мы увидели массовое задержание. Для этого не нужно сбивать самолеты и вертолеты, захватывать два региона и идти маршем на Москву. Это можно было сделать по-другому. Выявить, поставить прослушку наружку и так далее, выявить таких генералов и тихо от них избавиться. А здесь слишком большой, просто фантастически большой ущерб для режима. Они бы не пошли на такое. Более того, ну скажем так, если бы Пригожин уж так нужен, то зачем его ослаблять? Он же ослаблен, но он лишился, так сказать, 70% своего силового потенциала. Я думаю, что его не уничтожили только по одной причине. Он что-то слишком много знает, либо он реально имеет доступ к каким-то схемам путинских денег за рубежом, а может быть в Африке. Пока его просто оставили. Но я думаю, что пройдет время, когда про Пригожину забудут, и тогда у него начнутся серьезные проблемы. Путин не простит это. Просто он сейчас не мог от него избавиться. Но Путин так обычно действует. Многоходовочка. Сначала мы о чем-то договоримся, а потом добьем, когда он будет слабым. Это как было с его оппонентом Собчака. Такой был губернатор Яковлев в Питере, который выиграл у Путина, по сути. Путин был начальником штаба Собчака. Этот Яковлев стал губернатором. Когда Путин стал президентом, он решил с Яковлевым разобраться. Он его сначала назначил вице-премьера правительства, чтобы просто его вытащить из Питера, чтобы он не контролировал больше Питер. А в должности вице-премьера он его поддержал некоторое время, потом уволил, слил его просто. Политический потенциал в унитаз. Я думаю, с Пригожиным будет нечто подобное. А зачем тогда провокация, которую они устраивают на границе с Польшей и с Львой? Это таким образом они прощупывают, на что способна НАТО, на что НАТО готова пойти? Я думаю, что есть желание у Пригожина как-то выслужиться и попробовать доказать Путину, что он ему лоялен и что он нужен Путину. Но это уже просто не сработает. Какие-то мелкие провокации возможны, но при этом, мне кажется, здесь позиция американцев была очень четкая. Попытка атаки со стороны вагнеровцев будет воспринята как попытки атаки со стороны российского государства. А атака на любую страну НАТО, в пятой статье устава НАТО, расценивается как атака на весь блок НАТО, со всеми далеко идущими последствиями. Поэтому я не думаю, что там какие-то серьезные провокации возможны. Мы в данном случае отделяем ЧВК Вагнер и армию Беларуси. Либо это будет восприниматься как одно целое? Я просто не знаю, какие там договоренности. Ну, я думаю, что все равно это разные ресурсы. А для Лукашенко это выгодно? То, что на его территории находится ЧВК Вагнер? Либо это указание Путина, а Лукашенко не может никак по-другому поступить? А я думаю, что Лукашенко в данном случае выиграл ситуацию. Потому что если его раньше принуждали каким-то действием, то здесь он, во-первых, выглядит неким победителем, как будто бы он решил вопрос с Пригожиным. И более того, он получил у себя на территории какую-то небольшую, значимую группу людей, которая в случае чего будет ему под спорьем. То есть сейчас давление на Лукашенко снизилось. Давление, я имею в виду, участвовать в войне, или давление присоединяться, объединяться с Россией. То есть Лукашенко в этом смысле выиграл. Вы сказали о том, что когда придет время, когда у Пригожи не все забудут, то его тихонечко салют. А что будет с ЧВК Вагнер? Есть информация, что сейчас уже перекидывают часть группировки в Африку? Ну, я думаю, что передадут кому-то еще основную группировку Вагнера от Пригожина. А те, кто спрягнул, они будут потихонечку от него, так сказать, отскакивать. Кого-то будут деньгами заманивать, кого-то еще какими-то там пряниками. Пока Пригожин не останется совсем в ослабленном положении. А дальше уже, ну, я бы на его месте задумался о безопасности. Слишком много врагов, да и Путин. Я думаю, ему вряд ли просто вот такой демарш назовем. А кто-то может гарантировать Пригожину безопасность? Например, с лидером других стран? Думаю, вряд ли. Ну, я просто не знаю, какие у него отношения с рядом африканских лидеров. Может быть, он туда уедет и как-то там где-то потеряется. Возможно, и такое, но если будет поставлена задача на государственном уровне, то вряд ли где-то он сможет спрятаться. Дмитрий, продолжение темы Африки, но перенесем Африку на территорию России. Начали строительство 30 афродеревень или деревень в выселении для мигрантов из Африки. Она будет оборудована необходимой инженерной инфраструктурой для поддержки сельского хозяйства, в том числе выращивания картофеля и разведения коров. Этот проект стартует в Московской и Тверской областях. Основная цель – это поселить около 3000 глав семейств Афроамериканцев, их семей в Россию и в будущем переселять. Это что, борьба за африканский народ? Потому что мне припоминается, что совсем недавно Нуланд, представитель США, летала в Африку. Что это происходит? Зачем это Россия? Ну, скажем так, Африка – это континент, который играет большую роль в новой энергетике. Там много всего интересного, много ресурсов, которые используются для создания новой зеленой энергетики. Соответственно, за этот континент идет серьезная борьба между Западом, Китаем и Россией тоже пытаются играть свою роль. Поэтому здесь все сосредоточено на то, чтобы усилить свое влияние на этом континенте. Это, грубо говоря, борьба за ресурс. Очень важный ресурс. И поскольку у Путина есть чувака Вагнера, он как-то влияет на ряд стран, я думаю, что это является серьезной проблемой для западных стран. Поэтому вот он идет борьба и понятная борьба. Также одним из пунктов, которые указывают, почему строят подобные афродеревни, что Россия снизилась просто в критических, катастрофических цифрах рождаемости. Таким образом, они будут увеличивать за счет Африкантов. Да нет. Я думаю, как раз Путину наплевать, он был бы счастлив, если бы в России проживал не 140 миллионов человек, а столько, сколько бы обслуживал трубы нефтяные и газовые, чтобы не платить никому пенсии, чтобы не содержать огромное количество городов. Путину наплевать на это. Ему не плевать на то, что специалисты уезжают, которые ему нужны для ВПК, для Минобороны, инженеров и так далее, айтишники. Вот на них Путину не наплевать. А простые граждане, которых надо кормить, которые все время просят увеличение зарплат, пенсии, дотации, на таких людей Путину наплевать абсолютно. Ну, в общем-то, он поэтому использует пушечное мясо в любом количестве, без оглядки на то, что там это реально вся мобилизация влияет на демографическую ситуацию, потому что многие уезжают, многие погибают. Это, конечно, серьезная проблема. А сколько, по вашему мнению, нужно людей для того, чтобы обслуживали потребности Путина? Ну, это надо просто считать. Немного. 10%. Я просто говорю, что Путину так было бы проще. Конечно, это невозможно, но, грубо говоря, российская экономика это нефтянка. Ну, мы понимаем, да. Все остальные сферы отрасли экономики, ну, просто там проценты от нефтяной сферы. Просто, ну, нужно что-то еще делать, чтобы людей кормить. А так было бы здорово. Качаешь нефть, получаешь прибыль, излишки вешаешь на бюджет, на людей, а прибыль себе сохранишь. А тут еще делиться надо со 140 миллионами людей. Ну, наверное, он же пользуется влиянием, вниманием со стороны граждан российской подбирации, каким-то образом подбатривает, если он так мило целуется, обнимается с россиян. Это пиар. Да. Это так надо. Спасибо вам большое, Дмитрий, что нашли время для канала Политбюро. Дмитрий Кутков, российский оппозиционный политик. Друзья, вы смотрели канал Политбюро, еще раз повторюсь, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, пишите свои комментарии. Для нас это очень важно. Меня зовут Дина Бернацкая. До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА